Иван Кузнецов Чтобы сохранить пятиочковое отставание от лидирующего Мумбирейта и остаться в золотой гонке, Балжанам кровь износу надо было побеждать погоду в доме. Она давно уже не та, что в начале сезона, когда одержала пять побед в пяти стартовых матчах. Правда, именно с поражения от Воги в шестом туре началось падение желто-синих с Олимпа. И теперь команда борется лишь за бронзу. Сыграть нужно очень высоко. То есть высоко с каждым сыграем, будем чуть пониже, соответственно, на своей половине будет тяжело. Потому что и с ударом игроки, и обыграть могут. Поэтому лучше догонять. Если даже тебя обыграли, догонять по всей площадке. То есть высоко там сразу встречаем, каждый с каждым играем. Тренер сказал, команда сделала. В первом тайме установку своего наставника погода в доме выполнила на сто процентов. Как нельзя кстати, пришелся быстрый гол в исполнении желто-синих. Уже на четвертой минуте Антон Лычкин юркнул между Дмитрием Романовым и Валерием Захаровым. И пробил под перекладину ворот Константина Баранова. Не выручил бы и Красильников. Там как, не хотел обыграть, там делал пас. Просто с отскоком мяч отскочил. И уже решил взять на себя. И просто ударить с пора увидел то, что угол открыт. И ударил в свободный угол. Забив гол, погода еще строже стала играть в обороне. При этом соперник словно бился в глухую стену и пытался забить ударами издали. Другого погода волжанам не позволяла. Но выстрел с дистанцией для голкипера Павла Нетедова, как слону дробинка. В итоге к перерыву 1-0 в пользу погоды. То, что мы пропускаем в начале, это никому не секрет. Потому что мы в начале как-то долго вкатываемся, пропускаем мяч, а потом начинаем играть. Тем более команда погоды очень организованно обороняется. Тяжело его скрывать даже при счете 0-0, а при счете 1-0 тем более. Давайте, соберитесь, соберитесь, ребят. На ровном месте мячите реально потом. Вы можете это сделать, вы можете. Только с первых минут очень внимательно, очень надежно в обороне. Пожалуйста, отодвигайте их от ворот. Вот мы стоим, все, мы стоим здесь, мяч у них. Вот мы здесь красненькие встали, компактные. Он стоит здесь, пока мяч движется, выдвигается. У нас получается, он получил, я делаю два шага. А если я выдвинусь, пока мяч катается, рассел, вопросов нет. Пошел перевод, я уже пока мяч катится, должен выдвигаться. А у нас после каждой передачи мы на полшага сзади, сзади, сзади. А удары опасные становятся. Наставник погоды Дмитрий Николаев словно в воду глядел или чувствовал, что второй тайм будет кардинально отличаться от первого. В нем также состоялся быстрый гол, но только в ворота самой погоды. Это Радик Хайрулов использовал прострел Дениса Рахманова. А вскоре и сам автор голевой передачи вывез голубу вперед. На этот раз ему ассистировал 13-1. Я думаю, что где-то может быть недонастрой или наоборот перенастроились ребята. Первый тайм вообще собирались замечательно, а второй тайм, я не знаю, вышли все, встали просто. Ну и нужно отдать должное команде сопернику. Они вышли второй тайм, заряженные на борьбу, а мы вышли как, не знаю, отбывать номер. К концовке матча от хорошей погоды, что была в первом таймине, осталось и следа. Преимущество Волги было подавляющим, что и вылилось еще в два гола. Сначала результативный славный проход через всю площадку совершил второй из братьев Рахмановых, Дмитрий. А точку в матче поставил тот, кто и начал погоню за погодой. Радик Хайрулов. 4-1. Одержав третью победу подряд, Волга Кайман продолжает преследование Мобирейта. Очень важная победа. Два лидера мы обыграли подряд, поэтому это хорошая уверенность для команды. Я думаю, что мы также и будем дальше оставшиеся три игры выигрывать, и возможно, если совпадут карты, вы можете первое место за мной. 15-й тур в Суперлиге начался еще в кровавое воскресенье, 9 января. В тот день Мобирейт обыграл Динамовцев 5-2. Остальные матчи были сыграны в февральские праздники. Главная неожиданность – действующий чемпион Симбирск уступил Кристаллу, и это несмотря на возвращение в состав Марата Сафина. Он, кстати, только и забивал за горожан, но другие голядоры его не поддержали. 5-3 Кристалл. Также неожиданно Контактор потерял очки в игре с Симкором, который уже двумя ногами в высшей лиге 3-3. Теперь у Симкора 4 очка в 15 играх. То ли дело другой неудачник Суперлиги – Вертер. Похоже, команда намерена установить антирекорд турнира, проиграв все матчи сезона. Пока таких набралось полтора десятка. Очередная из неудач случилась в игре с Авангардом. 1-5. Мобирейт неигравшуюся боту сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице и 5-очковое преимущество над Волгой. Волжане, в свою очередь, также на 5 баллов опережает Симбирск, который после сегодняшнего поражения от Кристалла потерял даже теоретические шансы сохранить за собой титул. Однако главный голядор команды Андрей Манышев сохраняет шансы побороться за звание лучшего забивала Суперлиги. У него пока второе промежуточное место и отставание от лидирующего Вячеслава Прибылова на один хет-трик. Следующий, 16-й тур, пройдет уже весной. Центральный, а соответственно и самый непредсказуемый, обещает стать встречей Кристалла и Мобирейта. Лидеру надо возвращаться на поле после недельной паузы, а кристаллическим доказывать, что их победа над Симбирском – закономерность, а не случайность.